МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА РУДИ ПЯТЁРКА Продолжаем стартовые игры нашего юбилейного десятого сезона. Как давно мы уже играем с вами в эту уникальную телевизионную для школьников. Просто уму непостижимо. Итак, стартовые игры. Неделю назад великолепно отыграли две сыгросборные. Тигры в линейку школьники и Гаудамус студенты. Ну, с минимальным перевесом победили студенты. Нужно было побеждать с разгромным счетом. Дети не дались, молодцы. Итак, сегодня, скажем так, рекламная игра. Да, вот лица игроков такие вот соответствующие теме. Просто мы сделали две разновозрастных сборных, в которые входят десятиклассники, семиклассники и так далее, студенты. И вот каждый из этих людей появится в наших регулярных играх. Ну, не сам появится, он придет с командой, приведет команду, и вы увидите новых героев нашей эрудит-пятерки. Итак, слева суперсборная Настя Садовская. Настя, улыбнись. Настя не ожидала столь высокой оценки ее сборной. Справа сборная эрудитов Алексей Пикас, великий и эрудированный. Итак, начнем сразу, начнем сразу, без всяких предисловий, потому что все уже привыкли. Мы начинаем с блеф игры, с нашей до-нетки. Ну, а темы, естественно, вы сами понимаете, все времена, все страны, все герои не ограничены, ну, в пределах школьной программы, но иногда чуть-чуть шире ее. Итак, начнем. Анастасия Садовская. Настя, кого вы отправляете на блеф игру? Пойдет Ира. Хорошо. Алексей Пикас, ваше слово. А у нас пойдет Дима. Дима. Итак, Ирина против Дмитрия. Вперед! Ира Гулевич. Ира Гулевич. Школа. Шестьдесят девятая. Класс. Десятый. Любимый преподаватель? Лина Фаликнович. Отлично! Это правильный ответ. Дима Будгусаим. Школа. Девятнадцатая. Класс. Седьмой. Самый любимый учитель? Леонид Климович и Ольга Климович. Спасибо. Блеф игра. Верите ли вы, что великая игра «Что, где, когда» началась с купленного в детском мире волчка? Прошу вас. Да. Да, Владимир Ворошилов, ее основатель-создатель, купил волчок и вертел его целую неделю, представляя, как все это будет. Получилось замечательно. Продолжаем. Верите ли вы, что наша эрудит пятерка началась с вопроса про бульбу? Дима. Нет, не верю. Зря, зря. Наша белорусская интеллектуальная игра первая из школьных викторин. Уникальнейшая, уникальнейшая до сих пор. Такого формата больше нет. Наша эрудит пятерка началась с вопроса про корнеплод и белорусский танец, которые называются одинаково. Бульба, сразумела. Гуляем далее. Картина Васнецова с Ильей Муромцем, Добрыней и Алешей называется «Три богатыря». Верите или нет? Фальстарт у Димы. Ира, у вас есть шанс? Думаю, да. Вот это всеобщее заблуждение. К сожалению, Васнецов назвал картину просто «Богатыри». А сосчитать, сколько богатырей на картине, может уже и самый последний искусствовед. Играем. Верите ли вы, что великий Александр Македонский после своих побед умер в Вавилоне? Дима? Да, верю. Да, именно так это и случилось. Отлично. И заканчиваем. Верите ли вы, что греческое излечение пераспера от астра значит «через тернии к звездам». Ира? Думаю, да. Это не греческое, это латинское излечение. Так что ничего не получилось. Итак, после блеф игры 5-5 хорошо начали. Перед нами дуэль игра. Вперед! Дуэль игра. Внимание, капитаны. Внимание, игроки. Темы дуэль игры. Пять боев. Первый бой по одежке встречает. Все об одежде. Второй бой путешествий. Тут комментировать не нужно. Третий бой. Ратное дело. Мужики, приготовились. Четвертый бой. Ну, как интернет, так и наша игра. Без котиков ничего не значит. Кошки. И пятый бой. Автобой. Автоигра. У вас 5 секунд, чтобы решить, кто какую тему на себя готов взять. Вперед! А время истекло. Настя Садовская, капитан красных. Кто готов выйти на тему по одежке встречает? Ира. Великолепно. То есть она два раза сходила и расслабилась до конца игры. Великолепно. Алексей Пикас у вас? Пожалуй, выйду я. Хорошо. Итак, Ирина против Алексея. Вперед! Об Ирине мы все уже знаем. Об Ирине мы все уже знаем. Алексей Пикас. Школа. 46-я гимназия. Имени кого? Имени Блеза Паскаля. Класс. Восьмой А. Самый любимый предмет? География. Прекрасно. Поехали. По одежке встречают. Эта одежда навеки вошла в историю геометрии. Ира. Три, две, одна. Алексей. Пифагоровые штаны. Пифагоровые штаны знаменитая теорема. Конечно же, Алексей. Играем. Мэри Квант считают изобретателем этой юбки. Ира. Карандашом. Этой юбки. Карандашом. А, юбка-карандаш. Понятно. Красиво, но я с вами согласен. Алексей. Я предполагаю, что это короткая юбка. Мини-юбка. Да, за что она получила орден Британской империи. Вот как. Внимание. Сари. Сари. Носят женщины в этой... Для географа это не вопрос. Фальстарт Алексей. Очень строго следит за этим наш электронный судья. Сари. Сари. Носят женщины в этой стране. Индия. Отличный ответ. Именно из нее сказочная Элиза соткала рубашки для своих заколдованных двенадцати братьев. А вот теперь у Иры Нервы Нервы. У братьев лебедей. Я предполагаю, что это крапива. Или крапива. Крапива это белорусский баснописец. А вот правильно, крапива. Вы правы, да. Ну и заканчиваем. А загадка про сто одежек без застежек, это о ней. Ира. Капуста. Капуста, да. Итак, пятнадцать-двадцать. Алексей чуть-чуть впереди. Ну, капитан вышел. Капитан показал, что он в самом деле капитан. Итак, следующий бой. Путешествие. Вперед. Итак, путешествие. Настя. Самый длинный путь, длиной в тысячу ли, начинается с одного шага, говорили древние мудрецы. Кто начнет этот путь у вас? Начнет Даша. Дашенька, подождите. Не залепитесь. Для всякого путешествия есть свое время. Алексей, кто отправляется в путешествие у вас? У нас отправится Егор. Итак, Даша против Егора. Вперед! Даша! Даша Дебенкова. Школа. Пятьдесят восьмая гимназия. Прекрасно. Класс. Девятый А. Про любимого учителя не спрашиваю. А вот спрошу, пожалуй. Я, в принципе, ко всем хорошо отношусь. Прекрасно. А к вам как они относятся? Замечательно. Замечательные учителя. Великолепно. Егор Марковцов. Гимназия. Пятьдесят восьмая. Понятно. Класс. Девятая А. Вместе учитесь? Да. Ну, удачи вам, ребята. Главное, не поддавайтесь друг другу. Итак, путешествие. Он отправился коротким путем в Индию и случайно по дороге открыл Америку. Прошу. Христофор Колумб. Конечно, все просто, играем. Путешествие по вертикали на 10 километров совершил Жак Пикар. А на каком аппарате? Опа. Воздушный шар. Воздушный шар. Понятия не имею. Понятия не имею. Вот спросите у своего учителя по географии. Дело в том, что он опустился в Марианскую впадину на самое дно на батискафе. И теперь вы это знаете. А теперь внимание. Говорят, что туристы не ходят в поход без этих четырех вещей, которые начинаются с букв КЛМН. Что за вещь? КЛМН. Да. Камень. Все понятно? Хорошо. А Даша? Мне кажется, карта. Понятно. На самом деле, кружка, ложка, миска, нож. Вот такие мы туристы. Играем. Среди прочих удивительных стран он посетил летающий остров Лапуту. Ну а то, что он там был в стране говорящих лошадей, в стране великанов, в стране лепутов, просто да. Гулливер. Гулливер, да. Хорошо. По такой дороге отправились в изумрудный город Элли и ее друзья. Прошу. Там дорожка такая была, камешка, наверное, мужчина. А какого цвета? По-моему, желтого. Дорога желтого. Елу Брикро. Дорога из желтого. Гермича. Браво, Даша! Было полезно считать книги. 20-30. Красные чуть-чуть отстают. Синие впереди. Ну что ж, играем дальше. Настя, Настя, вот вы сейчас в роли русской княгини. Подвалила к стенам вашего города чужеземное войско и требует поединщика. Богатыря, кого отправляете в бой? Виктор отстоит нашу честь. Тихо, Виктор, не торопитесь. Ворота еще заперты. Конь, правда, роет копытом уже, извинит, сбрует. Меч точат. Алексей у вас? А у нас пойдет Роман. Итак, Виктор против Романа. Вперед! Винти Грицков. Школа? 19-я. Рисуете? Нет. Танцуете? Нет. Спортом занимаетесь? Да. Каким? Волейболом. Отлично. Хорошо. И вот попался вам, по-моему, так, посмотрю по умным глазам и хвосту сзади, студент. А студент тут у нас Роман Литвинов, правильно? Да. Высшее учебное заведение? Меццо. Любимый предмет? Все. Молодец. Хвосты есть? Пока нет. Удачи! Самым удачным для начала войны римляне считали этот месяц названный в честь бога войны. Ну, посозвучу я. Бог войны. Планета такая еще есть. Март. Бог Марс. Месяц Март. Браво! Браво! Так называется торжественный смотр. Войск. Ну. Ранясь. Верно. На одного линейного дистанции. Может, парад? Конечно. Играем. Самолет, предназначенный для уничтожения самолетов противника, называется... Опа. Вот который бомбит, это бомбардировщик. А который сбивает... Ну? Истребитель. Браво! Продолжаем. Солдатское общежитие по-простому называется... Фальстарт, фальстарт. Не торопитесь туда, не торопитесь. Ваше время еще придет. Прошу, Роман. Казахмар. Это правильный ответ. Продолжаем. А Хайрам Максим изобрел эту дьявольскую машину. Радо ее называли потом с другим ударением. Хайрам Максим. А изобрел он... Пулемет. Пулемет Максим, конечно же! Браво! Ну что ж, хочу вас, Виктор, обрадовать. Сократили вы отставание до минимальных пяти очков. У нас это очень... Ну, улыбнитесь, Витя. Великолепный, Витя отыграл. Команда, согласитесь. 35-40. Следующий бой. Вперед! Настя Садовская. А, Настя Садовская. Кто котиков пойдет лайкать? Я. Понял? Мяу. Алексей, у вас? А у нас Дима пойдет. Настя, проведи мы вперед! У-у-у! Настя, про Диму мы все знаем. Настя, я в на гимназии. Да. Какая? 51-я. А вот чье имя вы бы ей присвоили, если бы у вас такая была возможность? Пусть и остается безымянной. Понятно. Блеснула в глазах мысль, я ее понял. Настя, когда-нибудь ее назовут вашим именем, я понимаю. Играем. Именно этот кот завел себе корову-мурку. Настя. Кот Матроскин. Прекрасно. Честь, честь столицы Турции назвали эту породу кошек. Дима? Пушистая такая, с хвостом. Не. Спасибо. Настя? Может быть, персидская кошка. Персидская, Персия, это Иран. А столица Турции Анкара. Кошки ангорские. Настя, у вас какая кошка? Персидская. О, понятно. Дима, а у вас? Нет кошки. Сразу видно, нет кошки. И ответа нет. Играем. Матрос, кошка, герой Крымской войны, герой обороны этого города. Настя? Может быть, Москва. Крымская война, город Москва. Да, Крым наш, я знаю. Дима, может, вы знаете такой замечательный город? Самара. Самара. Понятно. Хорошо. Я понимаю, нервы, это нервы. На самом деле, матрос, кошка, герой обороны Севастополя в Крымской войне сражались именно за этот город. И Лев Толстой, кстати, там писал свои севастопольские рассказы. Теперь вы это знаете. На стихи Эллиота композитор Эндрю Ллойд Вебер написал «Кошки». Жанр этого творения. Пьеса. Нет, девочка, вот. Ну. Сказки. Это мюзикл. Мюзикл, который выдержал массу постановок как в Англии, так и в Америке, так и по всему миру. Теперь вы это знаете. Продолжаем. Это и бесшерстная кошка, ну совсем бесшерстная. И такое каменное чудище возле египетских пирамид. Это порода сфинкс. Браво, Дима! Браво! Итак, 40-45. Разрыв остался прежним. Дима Будгусаим последним ответом про сфинкса. Чуть-чуть рванул свою команду. Вперед. Последний бой двери игры. Авто. Вперед! Настя Асадовская. Кого сажаете за руль? Никиту. Прекрасно. Алексей? Мы посадим за руль Дениса. Никита против Дениса. Вперед! Дениса! Дениса! Вы кем будете? Судьей, адвокатом или... Посмотрим, как жизнь будет. Хорошо. Денис Тимошенко. Школа? Средняя школа номер 69. Прекрасно. Любимый предмет? История. А еще один? География. А еще один? Общество. Понятно. Гуманитарий. Да, да, да. Удачи. На латыни. Вот скажите по латыни. Самодвижущийся. Автомобиль. Автомобиль, конечно же. Студент буквально за две секунды выучил всю латынь. Играем. Лондонские двухэтажные автобусы, даблдеккеры. Такого цвета. Прошу. Красного. Отлично. Это один из символов лобного. Сокращение советского автомобиля ЗИС означало завод имени кого? С... С... Максимальная грузоподъемность этого карьерного самосвала. Да. Белас. Да, там продают еще длинный ряд индексов, но я их читать не буду. Да, Белас один из самых мощных и грузоподъемных самосвалов в мире. Играем. Именно на ней работал автомобиль, созданный гениальными механиками винтиком и шпунтиком. Ну, пили, пили ее, пили. Прошу. На воде. На самом деле работал он на газированной воде, а сироп был вместо масла. Итак, 50-55. Разрыв сохраняется минимальный. У нас тест игра. Вперед! Итак, играющие сегодня наши замечательные, умные, сообразительные, симпатичные, милые ребята, они представляют разные школы, как вы уже поняли, разные клубы, разных педагогов. И они в наших регулярных играх каждый с собой приведет по полноценной команде, которая вот с таким же блеском, как и они, выступит. Они универсальные игроки, они знают все. Они даже знают, наверное, и музыку, потому что наша тест игра будет музыкальная. Настя Асадовская, есть у вас в команде музыкант? Да, это Даша. Дашенька, великолепно. Алексей, кто у вас знает три аккорда? У нас их знает Роман. Итак, Дарья против Романа. Вперед! Итак, у нас музыкальная тест игра. Варианты, вот, удивительно. Одни и те же во всех пяти вопросах. На букве А у нас будет Амадей Моцарт, на букве Б у нас будет Бетховен, и на букве С у нас будет Вивальди. Вам нужно узнать автора отрывка. Отрывка в пять, музыкантов всего трое. Внимание! Не забывайте о нашем очень строгом электронном суде. Прошу первый трек. Моцарт, да, это маленькая ночная музыка, телек еще называют маленькая ночная серената, Вольквенга, Амадея, Моцарта. Браво! Плюс 10 очков! Следующий. Фальстарт у вас, Даша. Вивальди. Вивальди вы считаете, прошу. Это Бетховен, лунная соната. Браво! Пять очков на подборе, пять очков на подборе играем. Прошу. Это Вивальди. Да, может, время года назовете? Это ведь время года. Нет, не назову. Это зима на самом деле. Один из четырех скрипичных концертов Вивальди. 10 очков, Даша, отлично! Ну что ж, продолжим. Это Моцарт. Это Моцарт. А что именно? Знать поищем. Анатурка. Турецкий марш. Антонио Вивальди, Гроза. Солнышко мое, я бы принял от тебя этот ответ, если ты не нажал фальстарт. Бивальди. Бивальди, Гроза, Дашенька. Даша, не торопитесь. Ну не торопитесь, я же еще не успел обратиться к вам, а вы уже все выложили, подарили ответ сопернику. Спасибо вам огромное за музыкальную игру. Следующий бой. Играем. Ну и пришло время нашей слайд-игры. Есть ли в команде дальтоники? Потому что нужно будет различать цвета. Все цвета мира, все краски и весь электромагнитный спектр. Настя, кто это будет? Это будет наш богатырь Витя. Витя уже показал себя великолепно. Алексей, кто у вас? А у нас будет Егор. Итак, Виктор против Егора. Вперед! Егор! 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 Итак, все краски мира. Тут я буду вам слегка подсказывать. Итак, у нас ничья. Практически всю игру вела команда Алексея Пикаса, так что я обращаюсь к Егору. Егор, прошу вас. Контраст. Контраст. Ну, нет такого понятия. Виктор, может, вы догадаетесь. Вот котик. Хорошо снят, красиво. Тепловизор. Ну, а как эти лучи называются-то? Да, это съемка. Тепловые. Тепловые или инфракрасные лучи великолепно! Десять очков на подборе, Виктор. Вот когда вы придете с командой, плохо будет вашему сопернику, Витя. Играем с вами, продолжаем. Итак, вот как нужно назвать вот тех людей, которые сейчас идут? Октябристы. Ой, нет. Может, вы догадаетесь? Цвета такие есть? Красноармейцы. Красноармейцы, конечно, красная армия! Егор, великолепно. Десять очков на подборе. Егор, играем с вами. Следующий слайд. Вот Ирма Сахадзе поет песенку цветную. А какого цвета песенка-то? Голубого. Голубого. Понятно. Прошу вас. Оранжевого. Вы что, знаете эту песенку? Ну, оранжевое небо. Оранжевое небо, оранжевое море. Великолепно! Виктор, ваше время. Красное. Красное. Да нет, не красное оно. Егор, может, знаете, как называется? Двумя словами. Астроном. Желтая звезда. Желтая звезда. Желтая вот. Слушай, не могу принять. Астроном называет его желтый карлик. Цвет вы угадали, а суть нет. Играем с вами. Егор, прошу. Что перед вами? Документ. Виза. Виза? Да что вы! А при чем тут цвета тогда? Виктор. Это так называемая грин-карт. Зеленая карта, дающая право на жительство США. Голубой. А, ну, понятно, что не фиолетовый. Но? А кто он? Голубой. Понятно. Егор, может, видели мультик? Попробую догадаться. Голубой дед. Потрясающий мультик, в котором поют градский, боярский, еще такие замечательные певцы и артисты. Мультик называется «Голубой щенок». Посмотрите, получите истинное удовольствие. Егор, играем с вами. Синий туман. Синий туман, да, похож на обман. Была такая песня. Первые 15 очков, взятые с игры. Сложный вопрос, сложный вопрос, согласен. Вот, это герой Александра Абдулова, играющего в «Мастере» и «Маргарите». Нужно назвать цвет... Нет. Желтый. Желтый. А на самом деле гайер и шутник Фагот, он же Коровьев, на самом деле он был темно-фиолетовый рыцарь. Читайте «Мастера» и «Маргариту». Егор, играем с вами. Ультрафиолет. Это ультрафиолетовая лампа, прекрасно. И последний вопрос. Цветное зрение. Егор, может, вы знаете? Спектральное зрение. Спектральное зрение. Ну, Виктор. Радужная оболочка. Радужная оболочка. Поздно, 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 человек догадался, Виктор. Мое рукопожатие блестящее играли, нервничали. И, по-моему, только нервы не дали вам правильно ответить. 95-100-15. Риск, игра. Вперед. Итак, риск, игра. Анастасия Садовская, капитан команды «Красных». Кто у вас идет в последний и решительный бой? Придется идти мне. За всю команду Алексей Пикас. Пойду я. Капитанский бой. Вперед. 95-115. Разрыв всего-навсего в 20 очков. Именно столько стоит правильный ответ в нашей риск-игре. Правда, 20 очков в минус уводит вас неправильный ответ. Ну, это игра. Итак, риск, игра. Единственная игра со штрафом в нашей орудии пятерки. Настя, Алексей. Внимание. Бой по одежке встречают. Ну, знаете, что по одежке встречают, а провожают. Настя. По уму. Отлично. И счет сравнялся. 115-115. Играем. Путешествие. Именно с этими птицами путешествовал в Лапландию сказочный Нильс Хольгерсон. Настя. С дикими гусями. Ах, как намекается. Ах, как намекается. Белый отстает. Великолепный мультик. Замечательная книга. 135-115. Играем. Ратное дело, Леша. Мужик. Для защиты от танков ставят этих железных зверьков. Леша. Это ежи. И счет сравнялся. Этот постепенно исчезающий персонаж на самом деле то ли сыр, то ли леопард. Спорят литератроведы. Алексей. Чеширский кот. Отлично, да. И тема авто. Последний вопрос. Этот автомобиль М20 стали выпускать в Горьком сразу после войны. И назвали его гордым именем сразу после войны. Ласточка. Ну что ж за гордое имя Ласточка. Алексей, может вы поставите победную точку? Единственный вопрос. Минус будет, если... Будет. Даже если неправильный ответ, вы все равно победили. А ведь нужно слушать ведущего. Тот, кто правильно ответит, тот поставит победную точку в нашей игре. Автомобиль назывался гордым именем. Победа. Победа за команду Алексея Викаса. И так подарки и сувениры от телерадиокомпании Горьком победившей команде. Я напоминаю, что это только первые, уж простите, Настя, ласточки наших регулярных игр. Так что смотрите нас, включайте нас. Ну и самое главное, смотрим пятерку. Получаем десятки. Играем. Субтитры подогнал «Симон»!